здравствуйте дорогие подписчики и люди которые просто смотрят мои видео но еще не подписались я семейный психолог светлана леонидовна приглашаю вас подписаться на мой канал психолог советует яндекс цен youtube рутюб я есть в одноклассниках вконтакте подписывайтесь на мой канал это для вас совершенно бесплатно а мне вы поможете продолжить снимать мои видео это совершенно бесплатно для вас и ни к чему вас не обязывает сегодняшняя тема беседы ты станешь крутым если как быть крутым как прийти к этому и что предпринять для этого когда начинающий или уже опытный предприниматель принимать решение что этому предшествует какие мысли проходят в его голове от чего отказывается чем человек рискует что значит по-настоящему принять решение когда такое решение принимаешь без дураков то полностью вкладываешься в дело и продолжаешь двигаться к своей цели чтобы не возникло на пути а это что-то обязательно появится поэтому принятие решения также важно и не для слабаков в момент когда становится слишком трудно или слишком дорого или ты рискуешь выставлять себя полным придурком ты обязательно оступишься если не примешь решение если бы не неудобства все на свете были бы по уши влюблены в свою жизнь мы часто притворяемся что при приняли это решение когда в действительности решили лишь попытаться пока не почувствуем себя неуютно и пример я люблю в таких случаях приводить классический генри форд не осилил даже 6 класса школы и вот он уже командует группой толковых инженеров в мире он полон решимости выставить себя полным идиотом и тратит огромную кучу денег и времени на доказательство невозможного форд был полон решимости доверял своей интуиции своим взглядом которые были шире узкого узкого мышления остальных он принял решение что получит свой мотор таким как ему угодно и ничто его в этом не остановит вот почему решение так важно представь что у тебя есть идея и ради неё тебе придется противостоять толпе которая типа знает лучше тебя и требовать чтобы они делали то что скажешь ты несмотря на все имеющиеся у них против тебя доказательства стал бы после этого ты стоять на своем или если бы тебе нужны были десятки или нет сотни тысяч рублей для создания нового бизнеса и единственным человеком у которого ты мог бы попросить был страшно богатый дальний родственник которого ты видел два раза в жизни а он имени твоего не помнит стал бы ты просить его или если бы тебе не нравилось как ты выглядишь выглядишь физически твое тело напоминает тебе бесформенный мешок а единственное время для спортзала это пять часов утра в зимнюю стужу пошел бы тренироваться когда так тепло и уютно в своей постели если бы ты принял решение сделал бы все что потребуется или же ты просто хочешь но не принял твердого решения или решил перевернуться на другой бок и решил что жизнь и так хороша и ты не хочешь себя мучить в такие моменты и важен контакт со своим желанием и наличие веры в еще невидимое глазу сколько раз случается так что появляется шикарная идея и если у нас нет желания и неуклонной веры в наше видение до того как оно появилось мы точно станем жертвой своих и чужих страхов никто не доберется до вершины горы не набив при этом шишек временные неудачи это уроки это круто и все успешные люди проходили это и по-настоящему огромная неудача бросить начатое дело все остальное это сбор информации никому не секрет что если хочешь чего-то очень сильно и решаешь что обязательно этого добьешься это так и будет и ты даже уже в своей жизни делал это не раз сбрасывал вес получал новую должность покупал дом бросал вредную привычку приглашал кого-то на свидание надо просто вспомнить то что ты делал и имея желание добивался даже с теми вещами которые в настоящее время считаешь недосягаемыми для себя в мире очень много людей которые живут жизнью о которой ты только можешь мечтать и многие из них даже менее талантливы и менее замечательны чем ты ключ к успеху заключается в том что они решили получить свое перестали прислушиваться каким-то древним отговоркам и просто взялись за дело итак первое желай для достижения цели нужно иметь желание стоящее за твоим решением иначе ты все бросишь в тот же час это происходит так же как с людьми которые подвергаются гипнозу чтобы бросить курить когда они этого сами вообще не хотят или с теми которые пытаются похудеть которых больше радует пицца чем возможность наклониться и увидеть свои ноги ничего не получается второе стань прилежным учеником необходимость что-то в жизни решить очень сильно пугает большинство людей страх принять ошибочное решение очень сильный страх он имеет и сомнения которые подвергают ваше решение постоянно терпеть изменения либо страх подгоняет принять решение в торопях не успев обдумать все детали и поэтому многие люди настолько боятся потерять одно выбрав другое что предпочитают либо вообще ничего не делать либо все сделать сразу а это два способа того что вы все упустите и получается что люди выбирают позицию ничего никогда не решать вообще нерешительность это некий трюк чтобы остаться в привычных рамках поэтому распространенная черта успешных людей умение принимать решения быстро а менять их медленно быстро это не одномоментно быстро это значит начинаешь прорабатывать процесс решения но если ты маятник или предпочитаешь вообще избегать решений нужно практиковаться на мелочах чтобы получить того к принятию решений кем бы ты ни был никогда не говори что ты не умеешь принимать решений убери из своего лексикона фразу я не знаю и замени ее на другую я скоро пойму что надо сделать если ты решишь быть человеком который принимает быстрые и правильные решения ты обязательно станешь им решение это не продавец на рынке с ним не торгуются тот кто не решил быть крутым навсегда останется в прошлом постоянно обдумывай новое и тогда ты не останешься в прошлом никогда не думай отступать и тогда движение вперед тебе обеспечено когда я по роду своей деятельности часто общаюсь с успешными людьми предпринимателями с лучшей точки зрения предпринимательства с богатыми людьми и когда я спрашиваю этих уважаемых людей в чем их секрет успеха каждый из них беседуя со мной приходил к ответу в стойкости в том чтобы защищать идею бизнес до последнего в изнурительной борьбе преодолевать препятствия отбрасывать страхи и сомнения и тогда то что желается точно будет чтобы начать новую и успешную жизнь нужно иметь веру в себя в чудеса в мечту эта вера должна вырасти из надежды побороть страх нужно помнить или заставить себя осознать и поверить что тебе доступны все опции счастливой жизни а любые вопросы сомнения страхи это работа для меня вашего семейного психолога вы всегда можете подписаться на мой канал психолог советует на всех известных платформах которые доступны вам можете записаться и прийти на прием ко мне лично ваша проблема однозначно решаема нет ничего невозможного и то что сейчас кажется чудом завтра станет вашей привычной жизнью я желаю вам физического и психологического здоровья с вами я ваш психолог Светлана Леонидовна всего вам самого доброго и удачи и удачи